Я ждал этого момента пару месяцев, и казалось бы, Activision уже положили болт на Call of Duty Mobile и нас в скором времени ждет смерть игры, но походу не все потеряно. Всем здорово, мужики! Вчера разработчики выкатили новое обновление и мне наконец-таки есть что вам рассказать. Изменение карты, новый имбовый пулемет, изменение баланса оружия и новые настройки. Обо всем этом ты узнаешь в ближайшие пару минут. Начнем по порядку. Новый пулемет под названием циркулярная пила Гитлер, ой точнее МГ-42, на который разработчики уже готовят мифик в эту пятницу. Поэтому залетай к моим друзьям из PlayRock и лутайся пишки. PlayRock это маркетплейс игровых товаров и услуг, на котором ты можешь найти не только Call of Duty Mobile, но и более 400 других игр. Заходишь в описание и переходишь по ссылке на PlayRock. Далее регистрируешься на сайте, выбираешь нужный тебе товар, оплачиваешь любым удобным для тебя способом и буквально через 10 минут заказ уже будет выполнен. Помимо покупки валюты вы также можете выставлять свои товары и зарабатывать. Рейтинг 5.0 и более 3 миллионов отзывов. Эти ребята знают это не понаслышке, потому что закупаются именно там, за что им отдельный респект. Также у плеерка есть свой личный телеграм-канал, подписывайся на него, чтобы не потерять, потому что там проходят еженедельные розыгрыши с жирными призами. Все ссылки ты найдешь в описании. Так что там по пулемету? MG42 скорее всего тестировался людьми от 5 до 7 лет, иначе я не вижу причин того, почему они выпустили настолько имбалансное оружие. Чтобы вы понимали, MG42 лучше АК-117. Я если честно, даже и представить не мог, что такое оружие когда-то появится в игре. Но поход теперь 117 не самая главная головная боль паблика. Вчера я поиграл с ним пару часов, и могу с уверенностью вам заявить, что если вы поставите под этим роликом полторы тысячи лайков, то уже в этот четверг я сделаю видео со сборкой на данный гант. Кстати, ты в телегу-то залетел? Там, между прочим, конкурс на 30 бп. Я тебя жду. Изменение карты Изолейтед продолжается, и на этот раз разработчики решили переделать усадьбу. Не переживайте, она оставила плюс-минус такой же вид, без всяких футуристичных штучек. Усадьба, по моему мнению, расцвела. Теперь у нас в Call of Duty есть свой Гранд Каньон, который можно пересечь с помощью зипки. Главный дом на усадьбе больше не такой имбовый, потому что, во-первых, его передвинули в сторону. Во-вторых, теперь с главным домом на одном уровне находится множество объектов, и занимать, а тем более удерживать крышу этого дома, намного сложнее. На усадьбе стало значительно меньше опена, что делает ее отличным спотом для файтов. Если бы в нашей игре до сих пор был жив компетитив, команды, которые прыгают на усадьбу, писали бы в штаны от радости. Изменения из-за лейтеда, конечно, хорошо, и я всегда за прогресс в игре, главное, чтобы он ей не мешал. Но я до сих пор не понимаю, почему они каждый раз что-то меняют на стандартной карте, и при этом абсолютно ничего не хотят делать с затмением, на котором имеются огромные проблемы с опеном. Надеюсь, когда-нибудь очередь дойдет и до него. Также в сетевой игре преобразили карту стендов, и теперь от нее прям веет тематикой великоотечественной. Но чего-то глобального там не поменяли, кроме добавления москвича. Поэтому переходим к настройкам. В базовых настройках появились 4 новые функции. Правда, я не уверен, что усиление звуков попадания появилось именно в этой обнове. Поэтому, если это не так, то пристыдите меня в комментариях. В любом случае, это очень полезная фича, которая позволяет вам лучше ориентироваться в пространстве. За счет того, что звуки ваших попаданий и ноков действительно слышны более четко. Я вам всегда говорю про важность звука, поэтому тут однозначно вкыл. Fast Klim. Тема, которая работает только в сетевой игре. И тема, которая подойдет игрокам, играющим только в два пальца. Объясню почему. При выбранной настройке быстро, когда вы подбегаете к препятствию, для того, чтобы его перепрыгнуть, нужно просто протянуть джойстик чуть выше. Эта кнопка, кстати, настраивается в раскладке. Если поставить авто, то вы можете преодолевать препятствия на автобеге, и никуда дальше пальцы тянуть не нужно. По сути, тема интересная. Но в бою она вам будет только мешать. Намного проще и быстрее нажать прыжок, чем тянуть джойстик вверх. А если вы выберете авто, то вообще постоянно будете залазить на препятствие и из-за этого умирать. Если вы играете в два пальца, ставьте быстро. Если вы играете больше двух, смело отключайте эту функцию. Комбинированные анимации включают в себя смену оружия, переход к бегу и так далее. Вот так объяснили нам разработчики, как работает эта функция. Но на деле я ее работы не увидел. Что с включенной, что с выключенной функцией эффект одинаковый. Может быть в будущем они это исправят. А может и нет. А может пошел ты. Изгиб угла обзора при прицеливании. И вот тут я хочу, чтобы вы сначала посмотрели сравнение. Как вы поняли, если включить эту функцию, то анимация зума будет происходить только в самый последний момент. И например со снопы вам будет доступен больший обзор. Эта тема очень помогает, когда противник находится в движении. Потому что вы на протяжении всего прицеливания видите общую картину. Мне эта настройка честно понравилась. Но я уверен, что она подойдет не всем. Включив ее, я начал чаще попадать по шапочкам. Хотя со снопой в последнее время я играю очень редко. Обязательно затестите эту настройку и напишите в комментах, как удобнее вам. Ребаланс пушек и обновление лут пула. Начнем со второго. Вот так сейчас выглядит лут пул. Из положительного нам добавили Крик 6, ЦХ 9 и Петушок. Из отрицательного это новый пулемет, который с полу сдувает лучше, чем некоторые оружия с дропа. И конечно же 117, который разработчики до сих пор не додумались ребаланснуть. Зато изменением в этом сезоне подвергся ТЭК-9, которому поправили точность стрельбы от бедра в королевской битве. Сказать, что она стала идеальной нельзя. Но это уже куда более играбельно, чем было до этого. Также ТЭКу подняли дистанцию. На первом и втором участке аж на 2 метра. Кажется, что это не особо много. Но если вспомнить про то, что это пистолет-пулемет, и вспомнить про модули, то баф получается очень существенным. Вот теперь видео про ТЭК-9 обязательно ждите. Жирнющий баф получил МСМЦ. Вот таким урон был в предыдущей обнове, а вот таким стал в нынешней. Теперь Узик может посоперничать с Финьком за звание лучшего оружия для супер-ближней дистанции. Главное, чтобы пули у вас залетали либо в грудь, либо в голову. Потому что множители урона и собственно сам урон изменился именно там. Однозначно буду с ним играть. И как мне кажется, МСМЦ появится на просторах паблика в самое ближайшее время. Все остальные бафы и нерфы вы можете увидеть на своих экранах. Обсуждать их более подробно не вижу смысла. Потому что как-то супер кардинально оружие они не поменяли. А вот про нерф рюкзака поговорить стоит. Наконец-таки разработчики одумались и исправили баг с ранцем. Кто не знает, раньше, если вы тапали двумя пальцами на кнопку прыжка, ваш персонаж на этом ранце Карлсона подлетал до небес. Во-первых, это вносило дикий дисбаланс, потому что таким образом ты мог подлетать бесконечное количество раз. Во-вторых, это был баг, и разработчики так изначально не задумывали. Поэтому любителям рюкзака не стоит грустить. Вам и так разрабы закинули баг, которым можно было пользоваться пару месяцев. Теперь придется учиться играть на чем-то новом. Ну вот, собственно, про все новиночки я вам рассказал. Постарался я это сделать максимально быстро и подробно, чтобы вы все поняли в самый кратчайший срок. Activision, Tencent, респект вам за обнову. Хоть что-то годное вы сделали. Надеюсь, это не последнее годное обновление в этом году. Подписывайся на канал, если ты тут впервые. Не забывай ставить большие пальцы вверх. Пиши в комментариях свое мнение по поводу видео, и мы обязательно с тобой. Скоро услышимся. Пока. Пока, мой дорогой друг. Субтитры сделал DimaTorzok